Этот маньяк до сих пор считается одним из самых страшных серийных убийц в Америке. В четверг 27 июля 2006 года в истории криминальной Америки произошла сенсация. Заокеанское правосудие признало документальными показания, данные под присягой Никим, отбывшим срок за надругательство и убийство девочки, которой было 13. Признало и тем самым подтвердило, что Браун на деле это самый эффективный маньяк в летописи современных поживых Америки. 49 жертв было на счету парня, который превзошел прежних криминальных рекордсменов. Гарри Риджуэя – 48 убийств, Джона Уэна Гейси – 33 убийства и Хуана Корону – 25 убийств. Сегодня я расскажу вам о кровавых похождениях, которые совершил этот маньяк, официально потребовавший признать его самым крутым американским убийцей. Вплоть до недавнего времени история Роберта Брауна казалась западному обывателю хорошо известной. Не было в этой истории ничего для обывателя таинственного. Роберт сидел в хорошо охраняемой тюрьме Кэннон, штат Колорадо, за первые последние в своей жизни убийства, совершенные в 1991 году и все дела. Тогда, в 1991 году, парень этот, колесивший на авто по Америке, проник в дом семьи Черч в городке Блэк Форест, штат Колорадо. Маньяк, поначалу хотевший разжиться каким-нибудь барахлом и деньгами, внезапно обнаружил здесь 13-летнюю Хизер Дон Черч, нянчившую в отсутствие отца и матери своего семимесячного братика. И тут же поменял планы, заставив девочку под угрозой применения ножа сесть к нему в машину. Браун вывез жертву в сельскую глушь, принудил какту и задушил кожаным шнурком, на который обычно таскал армейский амулет, после чего разделил, так называемым «ножом парашютиста» и разбросал останки по окрестностям. Увы, по горячим следам подонка тогда не арестовали. Полицейские, прибывшие к Черчам по сигналу безутешных родителей, заставивших дома только плачущего младенца, смогли лишь снять отпечатки пальцев неизвестного, оставленные им на окнах и на дверях дома в момент проникновения. Только двумя годами позже случайно был найден фрагмент пропавшей девочки, и только в 1995 году в поле зрения сыщиков угодил сам маньяк Браун. Водителя машины, заявленной в розыск, во время рутинного полицейского досмотра на дорогах штата дактилоскопировали. И вскоре выяснили, что отпечатки пальца угонщика один в один совпадают с пальчиками, оставленными неизвестным еще четыре года тому назад в доме семьи Черч. Что ж, Роберт Браун, а именно он был похитителем старенького фирменного Форда, отпираться не стал. Признавшийся в убийстве девочки быстро получил пожизненный срок, который тут же принялся отбывать в тюрьме строгого режима. Вот собственно и все, что знал заокеанский любитель детективного жанра об этом монстре до сих пор. Не знал он, пожалуй, только самого интересного, а состояло это интересное вот в чем. Буквально до конца июля 2006 года по делу Брауна велось секретное доследование. Доследование, подтвердившее, что маньяк был многократным убийцей своего рода, серийщиком, рекордсменом, который впервые лишил жизни человека еще в далеком 1970 году в Южной Корее. Впрочем, обо всем по порядку. Еще в начале двухтысячных Роберт Браун внезапно и без каких-либо видимых причин направил в адрес государственных обвинителей письмо, которое сам нарек загадочной поэтической прозой. В этом послании маньяк, пародируя стиль Нострадамуса, сообщил «Ваш номер единица, но значущий сочтет 49. 17 святых невинных девушек погребены рядом, но худших придется поискать. Садитесь в Белый железнодорожный экспресс, Трансамерика. В конце его пути круг следствия сомкнется, как змея, кусающая себе хвост». Нельзя сказать, что поэтические откровения Брауна кого-то сильно взволновали. Узнав о загадочной поэтической прозе от бывших коллег, к ней проявил интерес только 79-летний бывший агент ФБР и ЦРУ Чарли Гесс, тот час затеявший переписку с Нострадамусом. По-видимому, внимание старого сыщика, который прославился в США раскрытием многих загадочных убийств, понравилось самовлюбленному Брауну. И вплоть до 2006 года он рассказывал Гессу о всех новых нераскрытых убийствах. Но лишь тогда, когда Браун приложил к одному из посланий лично им нарисованную карту, на которой показал все места былых захороненных бывших жертв, внимание к признаниям убийцы проявили и действующие, а не списанные по возрасту как Гесс, детективы. Шутка ли? На карте смерти убийца нарисовал красным 49 кривоватых крестиков, один в Вашингтоне, по два в Оклахоме, Калифорнии и Нью-Мексико, три в Миссисипи, девять в Колорадо, семь в Техасе, пять в Арканзасе и целых семнадцать, да-да, помните про семнадцать невинных девушек, в родном Брауну штате Луизиана. Еще один крест, тщательно выведенный фломастером, маньяк вынес за внешний контур карты и помечен как Корея. Теперь допрашивать Чарльза принялись и официально, но тут уже убийца выставил условия, беседовать под запись он согласен только в том случае, если вынесет себе приговор сам и никаких казней. Ну что ж, учитывая важность признательных показаний Брауна, следствие, как это случается в США, пошло на компромисс с преступником. Чуть забегая вперед отмечу, хоть суд по делу Брауна был долгим, хоть следствие еще предстояло проверить обстоятельства убийства, совершенного Брауном в Корее 36 лет назад, судьба кровавого Нострадамуса была уже предопределена. Судите сами, смеяться или плакать родственникам жертв монстра, коль самому ему и по его же словам отныне светит не одно, а два пожизненных приговора, причем с правом обжалования приговора через 40 лет по достижению Брауном, но он же оптимист 93 лет. Все показания, которые дал маньяк за исключением корейского эпизода, официально признаны документально подлинными. Сегодня Роберта Брауна уже законно следует считать самым эффективным убийцей в истории, современной Америки. Однако мотив преступлений и их обстоятельства служители правопорядка сочли скрыть от общественности. И вот вам сразу первое любопытное обстоятельство биографии монстра. Родился маленький Робби девятым, младшим сыном в семье отца, занимавшего пост шерифа в городе Казатта, Луизиана. Один из братьев Робби служил в спецназе полиции. И вот что самое здесь интересное, уже в 80-м году отцу Робби придется расследовать так и оставшиеся нераскрытые убийства, уроженки Казатты, расследовать, так и не догадавшись, что авторство в этом деле принадлежит его собственному сыну. Что же касается биографии конкретно Роберта, то и она по-своему примечательна. Будучи в 70-м году изгнанным из выпускного класса средней школы за пристрастие к запрещенным веществам, будущий маньяк завербовался санитаром в 17-ю армию США, расквартированную в Южной Корее. Там-то не поделив в кабаке с приятелем несовершеннолетнюю азиатскую девушку, Робби и совершил свое первое убийство. Тот инцидент, и впрямь прогремевший в Корее в далекие 70-е годы, в наше время был направлен на доследование. Ну а тогда Роберт, так и не попав под колпак ни корейских полицейских, ни армейской службы внутренней безопасности, без проблем демобилизовался и отбыл на родину. Надо сказать, в Луизиану Браун вернулся, имея за спиной не только опыт первого убийства, но и немалые познания в анатомии человеческого тела. Будущий маньяк любил корейские дни стажироваться у хирургов, что, как полагают в дальнейшем, и помогло ему впоследствии разделывать жертв с точностью профессионала. Как бы то ни было, но помимо опыта первой крови и специфических медицинских познаний маньяк Браун привез из Кореи и пристрастие к девочкам. Пристрастие, в определенной степени определившее жизненный путь сына шерифа и брата спецназовца. Законы штата Луизиана либеральны к бракам с несовершеннолетними. Этим обстоятельством и пользовался Роберт, впервые в возрасте 27 лет женившийся в 1980 году на 13-летней девочке и впоследствии на протяжении всего пары лет сменивший шесть законных жен столь же маленького возраста. Вот только супруги, по признаниям Брауна, попадались ему какие-то ущербные. Нет бы блюсти верность взрослому супругу, так все как одна начали вскоре после замужества гулять по мужикам. Что ж, после шестого брака наш маньяк, по его словам, потерял любое уважение к женскому полу и, по-видимому, для того чтобы отыграться за свое униженное девочками достоинство, принялся давать объявления в газетах, пытаясь отыскать покорную спутницу жизни, готовую быть вещью хозяина. Но, увы, и тут Роберт поджидал облом. Нет, послушницы и рабыни, конечно, находились, но только никого из них не впечатлила ни одна фантазия Брауна. Всякий раз, непременно просившего очередную любовницу позволить ему ослепить ее ножницами и потом, уже будучи слепой, отдаться ему. Да, видать, и впрямь Роберт после Кореи и эпопеей с женами сильно поехал крышей. И, в конце концов, так и не разжившись непременно слепой супругой, готовый удовлетворить любые извращенные прихоти, решил силой брать то, что ему не хотели отдать добровольно. В результате, уже к 1984 году Роберт Браун стал тем, кого называют «кочующими убийцами». Маньяку оказалось мало 17 убийств девушек, совершенных в родной Луизиане. К слову, все жертвы очень походили на его предыдущих жен не только возрастом, но и невысоким ростом, малым весом и развитостью груди. Маньяк принялся путешествовать по штатам на машине, останавливаясь для убийства в первом же приглянувшемся городке и подыскивая там работу. Стиль маньяка, заявившего следователем, что главное для убийцы быть творческой личностью, действительно отличался убойным разнообразием. Если в половом акте криминальной фишкой Брауна как было, так и осталось до его ареста надругательства, то вот в деле ликвидации жертв фантазия подонка не знала границ. Маньяк душил несчастных в большинстве случаев девушек, наверное напоминавших ему неверных жен, кожаным шнурком. Что же касается конкретных преступлений маньяка, расскажу лишь о нескольких, дабы вы смогли лучше уловить подлую, извращенную сущность нынешнего рекордсмена. Итак, начнем. Вот эпизод с еще одной женщиной из Луизианы, Ракио Спэри. Браун, трудившийся тогда в начале девяностых изготовителем запасных ключей, сделал по заказу ее семнадцатилетнего мужа Джозефа дубликат для него и еще один для себя, просчитав, когда Джозеф отправляется с утра на работу, маньяк беспрепятственно проник в дом шестнадцатилетний Ракио и, не смущаясь в присутствии двухлетней дочери супругов по имени Эмми, надругался над ее матерью. Не угомонившись на этом, Изувер отволок жертву в ванную комнату, где еще раз повторил свои деяния. После чего лишил ее жизни отверткой, не обращая внимания на отчаянно рыдавшую малышку, Изувер погрузил девушку в машину и вскоре выбросил в окрестностях. В этом эпизоде вот еще, что, пожалуй, едва ли не самое примечательное. Вплоть до последних дней Джозеф Спэрри находился у сыщиков под подозрением в убийстве собственной жены. Вплоть до последних дней не сомневалась в виновности отца и подросшая Эмми. И лишь последние признания, сделанные Брауном, вернули мистеру Спэрри его доброе имя. Вот вам еще эпизод, кстати показывающий, сколь опасно предпринимать какие-то нестандартные шаги под влиянием мутного порыва. В 1984 году девятнадцатилетняя Мелоди Буш остановилась с пожилым супругом в мотеле Флитония на автотрассе между Сан-Антонио и Хьюстоном. После того, как поздним вечером у пары случилась ссора, вызванная отсутствием страсти у мужа к жене, Мелоди спустилась в бар отеля, четким желанием отыскать более пылкого кавалера. И, разумеется, такой нашелся. Им как раз и оказался маньяк Роберт Браун, остановившийся в Флитонии, чтобы передохнуть между преступлениями. Что ж, у страстной Мелоди в ту ночь удался план, а у монстра отменился отдых. Будучи, как скажет сам, не в состоянии отказаться от рыбки, которая сама плывет в сети, Роберт пригласил тогда дамочку в свой номер, заказал шампанское, которое любовникам подали со злополучным топориком для колки льда. Маньяк усыпил уже опьяненную жертву, всегда имевшимся у него под рукой эфиром. Он воспользовался обездвиженной миссис Буш, а потом нанес жертве колющий удар в сердце. Браун беспрепятственно покинул мотель и раскидал останки Мелоди на автотрассе. Надо сказать, в Америке никто, начиная с бывшего агента спецслужб Хесса и заканчивая спецами, которые вели доследование дела Брауна, не понимали причин, побудивших монстра расколоться. Сам же рекордсмен сообщивший, что с ним не уцелела ни одна дама. Уже если брался за дело, не уходил никто, маньяк заявил. Просто хотел добиться от судей официального признания своего статуса мистера самого крутого американского убийцы. Если это действительно было так, то маньяк Браун просто глуп, как опытный сиделец, он просто обязан знать, что в разных тюрьмах США правильные пацаны лишали жизни многих серийных убийц-насильников. Сделал Роберт и еще одну ошибку, приятную для всех нормальных людей. Выторговав у служителей закона право выбора приговора, добившись, по сути, официального признания своих рекордов, парень как-то забыл узнать о месте своего будущего пребывания. Что ж, служители Фемиды во всех странах мира, если уж не удается попросту им убить преступника, не склонны прощать такие упущения. Не склонны и любят использовать их, чтобы жизнь медом не казалась. Преступник, обитавший в довольно уютной камере, по тюремным меркам, направился до конца жизни в государственную тюрьму Колорадо, проходящую по разряду заведений высшей степени безопасности. Ну а как быть с подобными? Ведь должны же обеспечить в гуманной стране безопасность даже такому монстру. Безопасность от тех самых правильных пацанов, поклявшихся поставить подонка на место. Вот и обеспечивают безопасность такому преступнику в тюрьме, которую в Америке именуют могильной крепостью. Что эта тюрьма являет собой, судите сами. Вплоть до 93 лет, до момента, когда маньяк сможет оспорить им же выбранный приговор, Браун будет обитать в одиночной клетке размером 2 на 3 метра, обитать на протяжении 23 часов в сутки. Час там выделяется на мытье в душевой, в сопровождении двух полицейских. Каждый день в течение как минимум 6 часов с ним будет общаться неотключаемый телевизор, транслирующий в камеру кодированный урок по так называемому управлению гневом. В общем, не жизнь, а бесконечная мука. Именно потому, что американцы знают, где перевоспитывается маньяк, они не вышли на демонстрации с требованием казни для монстра. Будущее Брауну ужасно. Впрочем, оно и не может быть иным у отъявленного убийцы, именующего себя самым крутым американским убийцей.